Сергей, просто с силой мысли, говорю, валит препятствие. Опасный экстрасенс, вы со мной... Вы со мной не ссорьтесь, я же порчу, но ведь... Давай пендриваться, Казмина. Хе-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Хелл-Е, вы смотрите канал Хелл-Плей, надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня продолжаем окунаться в омут с головой в опасном виде спорта под названием Рандед в игре Бенед, где наш благородный живой мертвец продолжает свою великолепную миссию по спасению маленького мальчика. Как вы помните, в предыдущей серии мы с вами преодолели опасные и коварные лазеры, а сегодня, судя по всему, нас ожидает босс. Ну, во-первых, босса давно не было, а клоун настолько был, мы его победили, больше никого не видели, а во-вторых, картинка следующего эпизода как бы намекает на это. В общем, давайте перейдем к нашей традиции и выпьем же за то, чтобы каждый из нас побеждал с лёгкостью плохих боссов. Раз, два, три, брочай! Ох, я так подумал, тост немного неоднозначный. Прикинь, сейчас ваш босс, который на работе, смотрит этот, этот летсплей, такой думает, блин, всё, Ромке пора повышать зарплату. Давно я обещал, а то придёт, победит меня после этого летсплея. Поэтому, если кому-то повысили зарплату, вы знаете, с кем поделиться частью ваших премиальных. Всё-таки я как бы внёс определённую лепту в это, да? А вот он, пятнадцатый эпизод, лазерные глаза, огромный чайник, роботизированный с огромными рогами. Видимо, бедному роботу изменяет жена. Вот он взбесился и решил всех убить. И смотрите, ноль консервов. Ноль консервов, а это значит, что что-то будет необычное. И, видимо, мы будем сражаться с этим боссом, да, вьетнамская курица, которая повидала многое, общипанное. И смотрите, вообще ничего не слышно, да? Даже мужона нет, всё серьёзно. И рожи роботов такие удивлённые. Господи, он сюда пришёл, совсем дурак, что ли. Посмотрите, у него даже ноги худые. Я знаю, как это связано. Итак, короче, первый чекпоинт мы взяли. Первый чекпоинт взяли и... Кстати говоря, если подумать, смотрите, здесь же кровь уже. То есть до нас кто-то участвовал, что ли? Мы-то здесь первый раз. Так, и что? Арена имени Мэдисона, куча зрителей. Опа! И здоровый механический елдак выезжает вниз. Просто офигеть. Ну, я думаю, принцип уже понятен, да? Нам надо добраться до его головы. Головы, добраться до его. Мы прямо роль женщины исполняем. Гигантский елдак, добраться до головы. Всё как... Всё как надо. Итак, здесь, в округе, я что-то вообще ничего не вижу. Ну да, забираться негде, постойте. Там была дырка. Как всё сходится, да? Да, молодырка, сейчас. Где она? А, вот она. Погодите, может быть, не входить написано. Постойте, может, голову надо закинуть? И... Опа! Так, понятно. Это будет... Куда ты тело? Тело вернись, я всё просю. Слушайте, какое-то тело у нас, это... Какого? Самоволку ушло. Он же самоуправляет собой. Так, ещё раз. Там ещё маленькая дырочка есть. Но это не для нас, да? Мы-то... У нас-то размерчик, с вами, большой. Нам-то побольше надо, да? А то, чё, мы-то даже не пролезем с вами. Хорошо, ещё. Ещё. Ещё пробуем. Блин, это на самом деле непросто. Видите, тут ещё всё крутится. Важные проблемы. И вот... О! Закинул! Супер! Испугали парня. А он... Самоубился. И всё заклинило. Так, оп, кнопка. Активировали. Что... Что изменилось? Что... А, ничего не изменилось? А, вот смотри, тут выход. По-моему. А, это для головы выход, маленькая дырочка. Тогда понятно. Так, давайте берём тело. Так, взяли тело. И что? Что? Как бы... А-а-а! Смотрите, платформа стала опускаться и подниматься. Ну, в общем-то, всё понятно. А ещё стоит заметить, мы не видим с вами жизни никаких. Да? В отличие, как с клоуном было. То есть, убивать-то некого. И тут так, лезвие. И смотрите. Так, тут надо, видимо, вот так вот сделать, да? Отлично. Чекпоинт. Теперь мы с вами не будем воскрешать... Эээ... Воскрешаться внизу. И, видимо, здесь та же самая система, да? Нам надо найти дырку и проникнуть туда. Проникнуть нашей везде сущей головой. Слава богу, мы её отрывать можем. И вот, бросок! Вау! Слушайте, да я прям в баскетболе шакеланил, мать вашу! Ну-ка! Всё то же самое, понятно. Бедные парни. Видите, фотографии босса везде. Как-как-как прям президента. Так, ну-ка. Нормально. И где выход? А вот он. А вот... Да что ж такое-то так. И вот так вот. Так, где моё тело? Оно было на какой-то платформе. Или... Или... А, вот оно, нашёл. Вот развал... В развалочку лежит такой. Так, 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 так. Косплейт алкаши у подъезда. Хорошо. А где? Где? А, вот это, наверное, платформа, да? Быстрее! Видели? Чуть лезвие меня не задело. Так, ух ты, везде тут эти... Ооо, ух! Чё такое было? Ух ты, а тут внизу не так уж и плохо. Ну, зато разведывали с вами... Эм, разведали обстановочку. Ммм, хорошо. Ой, поспешил я, поспешил. Вот так вот. Давайте, давайте. Там наверняка должен быть ещё один чекпоинт. Вот так. Так, тут, тут надо действовать. Ух! Тут, 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 тут. Это вообще нормально, я не понимаю. По-хамски меня абсолютно, ээээ, сбагривают. Сбагривают с платформ своими клешнями. Эээ, богопротивными. Хе-хе, просто жесть. Эээ, как отвратительно. Вот если бы вы были роботом, вы бы хотели такие иметь? Я бы не хотел такие хваталки иметь. Все какие ужасные. Но стоит заметить, хорошо натертые. Плестят. Чем это они занимаются, одному богу известно. Я не знаю, она меня, она меня достала. Она вездесущая хваталка. Везде меня достает. Где платформа? Давайте, господину Сергею платформу, пожалуйста, к дому. Карету к дому мне. Так, сюда, понятно. Придётся ждать очередного спуска и подъёма. О, нормально. Нет! Ех, хе-хе, рука не так просто. Я подготовился к этому бою. Так, о-о-о, ну вот так вот. О, ну вот так. Хотя бы так. Хотя бы я вернулся обратно. Так, сюда не заберёшься. Слушайте, блин, это... Гляньте, какие-какие неумные. Я прям... Либо я тупее руки, либо руки очень умные. К сожалению, что-то мне подсказывает, что первый вариант. Да, да, Сергей, видно. Видно профессионализм тебе. Не пробьёшь, как говорится. Сразу видно, играешь как боженька. Все прям опла... Ха-ха-ха-ха, ногу потерял. Нормально, идём без ноги. Так даже интереснее. Нет, я просто принял. Проверил, чистая ли платформа, не подскользнусь ли я. Дэд! Ха-ха-ха, головой! Ещё разочек. Ха-ха-ха, упал, очнулся гипс. Ещё раз. Платформу к подъезду господина Сергея, пожалуйста. Мне ваше такси выехало. Ха-ха, спасибо. Так, ещё, ещё. Где платформы? Почему вы подаёте мою великолепную карету не к месту моего при... Да-да-да! Чё это вообще? Не к месту моего прибытия. Блин, ребят, ну это хребец. Давай опускайся. Где она? Скатись! Скатись, как блогер скатывается на ютюбе. Платформа. Ха-ха, что ж такое? Ну, я жду. Сколько можно ждать? За что я плачу тебе деньги, платформа? Всё, отлично. Видите, у Сергея все неодушевлённые предметы одушевлены. То есть они у меня живые. Видите? До чего доводит одиночество. Поэтому дружите с реальными людьми. Не дружите с платформами. К тому же платформа, она прям так и норовит вас кинуть. Понимаете? Норовит вас обмануть. Ждём, ждём дырку. Ждём дырку. Хорошо. Как будто бы шелюху вызвал. Ждём дырку, пацаны. Сейчас приедет. Так. Бросок Шакила Нила. Босс просто трёхочковый. Молодец. Ничему жизнь не учит, пацанов. Одно и то же. Хорошо. Главное, что мы активировали эту дрянь, и мне больше не придётся закидывать сюда всякие такие штуки. Ищем нашу платформу. А, видимо, это она. А моё тело улетело только что туда, я видел. Реально тело улетело. Платформа. Предательница. Придётся подниматься. Платформа кинула меня под Сантре. Нет. А я на Нинату вообще запрыгнул. Так, давай. Давайте идёмте. Ждём. Придём самому подойти. Знаете, как это такси приезжает иногда никому подъезду. Знаете, вы таки говорите, там, допустим, там, я не знаю, 8-й подъезд, пожалуйста, там, улица Пушкина, дом Калатушкина. А они таки приезжают, и вы таки, и говорят, спускаетесь. А вы таки, спускаетесь, а такси нет. И вы таки, блин, чё ты поделаешь, где такси? И потом выясняется, что этот дебил, как его, подъехал вообще на другом подъезду. И вам надо один подъезд пройти, чтобы сесть в такси. Жизнь, да? Вот я о том же. Не так вот. Так, кстати говоря, я видел там этот. Да, вот это я видел. Так. Вопрос теперь, как, эээ, как хитрожопа активировать эту штуку? Я, конечно, могу закинуть туда головёшку. Вот. Ну а с другой стороны могу и не закинуть. Сергей, видите, стратег. Разрушивает, верно. Ничего. О-о-о! Остренькая. Ну хорошо. Нет. А, меня не задевает. Отлично. Так, ладно, я понял. Мне придётся ждать. Полного оборота. Ну что ж, давайте постоим, поразмышляем. А, нет, всё, она вернулась обратно. Только я сказал, что поразмышляю, и этот робот такой, не-не-не-не-не, пацаны, обратно он себя будет размышлять. Этого нам точно не надо. Куда теперь? Куда теперь? Надо, надо понять, куда. А, я вижу, куда. Это, блин, сложновато вы, блядя, чёрт подери. Так, так, надо всё рассчитать. Нам, чё-то не рассчитывается. Ха-ха-ха, чё-то не рассчитывается. О-о-о! Да, Сергей, вот что такое? А, всё нормально. У Сергея с расчётами великолепно всё. Кто бы... Нет, верни, верни мне тело. Прыжок веры! Отлично, ещё один. Боже, я цепляюсь просто за жизнь. Опа, походу сюда я уже не допрыгну, ребят. Ну ладно, хотя бы чекпоинт только активировали. Или допрыгнул! Допрыгнул! Боже, невероятно, невероятно. Нет! А, это... Так, может быть... Нет, это я уже не пройду. Там, оказывается, было ещё одно лезвие. Блин, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. И вот так. Видите, я уже изучил всю схему. Как бы схватываю на лету, блин, а? В школе бы я так схватывал. Был бы отличником. Так. О! Прямо! Я прям даже не знаю, шнурки разрезал у меня. Ну-ка сейчас. Смотрите. А, нет. Как-то... Сейчас как-то... Сейчас как-то мимоходы. Сейчас надо прыгнуть. Вот так. Так. И вот... Я вообще не знаю, что я делаю. Так, подиже. А текпоинта больше нет? Лезвия нет? Смотрите, он как будто бы хочет кушать. Лазеры! Это было слишком непредсказуемо. Так, стоп. А я вот тут сныкаюсь. Я хитро... А, он ещё и упра... Смотри... Кто же знал? Кто же знал, что он ими управляет? Я думал, они, знаете, просто... По кружку там идут. А, нет. Ничего подобного. Они, оказывается, управляют этим злым... Злым голодным роботом. Так. Так, сейчас надо... Сейчас надо... Это, да. Вот так. И вот сюда. Быстрее. Быстрее, пацаны. Пацаны, шухер. Всё. Так. Сюда. Я, наверное, правильно всё делаю, да? Вот так. Ой, лазеры. Я бегу быстрее. Лазеры очень быстрее бегут меня. Чё я несу? Так, ещё раз. Они себя не достанут, да? Технологии так ещё не развили. Чё за... Вот. Я догадался. Знаете, ломать у меня талант. Что? И... Так. Ш... А... Я... А, вот, всё. Ух ты! Я уж подумал, что у меня игра забагила и произошло что-то, что происходить не должно. Да? Это выглядело странно. Но, оказывается, нет. Всё схвачено. Мост деревянный и в кислоте совсем не разъедается. Очень странные технологии. И вот он, мальчик. Смотрите. Вот он, мальчик. И... А, всё. А, мальчика мы с вами ещё не спасли. Что ж, поехали дальше. Написано, что лазердром вроде бы был закончен. Этап лазердрома. И у нас с вами впереди 16 эпизод. И здесь всё деревянное. Деревянное. Как старая Москва прямо. 25 консервов. Слушайте, это здорово. Давайте, давайте. Я уже готов. Крест проголодался. Давно, знаете ли, савычек консерв не употреблял. Итак. Вот она, весёлая музыка. Под неё как-то и веселее умирать, да? Смотрите. Вот этот мужик катается тут. Оп, оп, оп. Музыка просто превосходная, да? Я думаю, что ни один кому нравится. Что? Ладно, давайте пойдём сюда. Там было два пути. Я не знаю. Не было времени объ... Серьёзно? Да мне такие... Мне такие подножки в школе ставили. Бревном. Чё за отстой? Как я на неё попался? Я же опытный пацан. Как я могу это делать? О, боже. Так, давайте сюда ради интереса. Так, вот она, вот она ужасная, ужасная подножка школьного типа. Ну, пиздюля, такие же школьные оказались. Что такое? Ну, молот там вообще какой-то коварный, с ума сойти просто. Просто коварнюка 3000. Я, кстати говоря, назвал бы так молот. Эти меня какой-нибудь зубодробительный молот бы изобрёл. Я бы назвал его Коварняк. Коварняк 3000. Скажите пафосные названия. Клёвое. О, чекпоинт. Супер. Теперь пойдёмте обратно. Потому что надо... Всё. А там больше нет консервов. Мы уж собрали. Отлично. Что ж, продолжаем наш путь. Путь. Продолжаем. О, давайте прыгнем, пацаны. Чёртова подножка. Вечно ты мне портишь. Портишь всякие трюки. Нет. О, да. Я сломал его, кстати. Блин, это было круто. Я так впервые сделал. Слушайте, отлично. Не снимайте меня. Я не давал разрешения. Я как гаишник. Кто вам разрешил меня снимать? Не снимайте меня. Короче, ладно. Больше прыгать на него не будем. Толку от этого ноль. А прохождение только усложняется. О. Что? Ха, врезался. Отлично. Я застрял. Видите, что с камерой? Смотрите. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, я сломал силы мысли. Ха-ха-ха. Вот это я... Слушайте, вот это у меня сила... Духа, блядь. Просто жесть. Просто жесть. Еще разочек. Сергей этот, как его? Ммм. Ммм. Экстрессенсор. Силы мысли ломает предметы. Что такое? Чертовы молоты. Не даете вы мне спокойно пожить? Раз. Да. Ха-ха-ха. Головой. Нормально. Голова не жопа заживет. Ха-ха-ха. Правда, поговорка немного иная, но... Внять ее надо менять под ситуацию. Так, вести... О! Вот это я перескочил. Но, к сожалению, меня все равно убили. Не убили, а скинули. Мы не можем умереть, прям мы мертвец. Можешь давно мертвы. Сергей, ты тупой. Ты ничего не знаешь в анатомии живых мертвецах. Господи. В какой школе ты учился, дебил? Я не учился, я барабал. Жизнь у меня такая была. Господи, ты еще одна моя личность. Вор Сергей. Вор Сергей, уходи. Тебя здесь не любят. Почему ты говоришь, как гей? Я тебя ограблю. Я, короче, не смог преодолеть. Боже мой, что я несу? Что я несу? Так все на меня. У меня действует препятствие, понимаете? Это игра на метах действует. И препятствие, которое она оставит передо мной. Так, все. Тут надо собраться с мыслями. Так, подумать. Ты такой жирный мужик. Так, подумать. Вот так вот. Потихонечку. Так, здесь надо... Вот так вот. Да. И... Че? А, я понял. Все. Сверху это выглядело странно, но я понял. О! Есть чекпоинт. Главное чекпоинт. Все. Остальное меня не волнует. Чуть-то так. Стоп. А там не было консервов в Заре? Они часто их размещают. О! 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 Вот это я прям стал перед опасностью. Ой, тут у меня еще было, оказывается, опасность. Так, давай, давай, допустим, преодолеваем пред... Нормально. Так и запланировано было. Видите, я обманул молот. Сергей умнее молот, это уже прогресс. Тихо, так. А, ну, тихо. Спокойно, ребята. Спокойно. Склавность, сосредоточенность и сноровка. Это самое главное в прохождении этой игры. И главное отсутствие интеллекта, как у Сергея. Вы думаете, почему я прохожу игру? Ну, так, видите, прогрессируем потихонечку. Потому что я... О-о-о! Вот это Серега дал! Вот это... Серега дал! Слушайте, а это был неплохой маневр. Давайте еще раз. Вот только чуть-чуть пониже. Вот чтобы, да, чтобы не разбиться там. Идет сюда. Это я хитрожопый. Юрюга ставил просто. Э, пойдем в городе. Давай, еще раз. Я ненавижу вас. Это правда мне ничего не дало, но... В любом случае, главное, мы показали, кто здесь в доме хозяин. Это я. Я в доме хозяин. Так. Оп-оп! Так, я что-то не понял. Там лезвие было? Офигеть! Мне голову отрубили. Да. Сергей просто... Все объятия любят кувыркаться на молоте. Кто-то любит кувыркаться с женщиной в постели. Сергей любит кувыркаться с молотами. Ну, у каждого свои, как говорится, вкусы. Кому что нравится. Тот тем и балуется. Оп! Это было сложно. Они как-то крутятся, эти лезвия? Нестандартно в разные стороны. Сергей не может сообразить, как их обойти. Так. Ага, это меня не достает. А это коротенькое. А, понятно. Вот в чем подвох был. Надо обращать внимание только на второе лезвие. И вот на эти молоты желательно. И да, и все. Все как надо. Вот так вот. И вот так. И вот консервы. Мне-мне-мне-мне-мне. Это награда. Как собака себя чувствует? Черт. Блин, очень будет обидно, если я не пройду сейчас. Чувствую себя собакой. Я прошел. Знаете, когда собака что-то делает, ей потом конфетку дают. Или сахарок. Я себя ощущаю абсолютно таким же. Прошли. Ух. Отлично. Ну, не прям было суперсложно. Но я так понимаю, это понарастающее. Это, так сказать, новый мир. Видите, да? Здесь все будет построено из этих хлюпких, хлюпких мостиков. Хлюпких мостиков. Давайте, вперед. Бедная курица, боже. Как мне ее жалко. Кто видел видео с собакой, которая помнит? Посмотрите, кто не видел, вы сразу эту курицу вспомните. Курица, которая помнит. Очень смешно. Так. Какая музыка прекрасная. Боже. Боже. Ох. За это, за это прям. Пятерочка разработчикам. О. Так, слушайте, а что это так? А что это она так заранее разрушается? Я чувствую здесь. А, я понял. Это мо... Да ладно, ребят. Ну, мы такое... Я понял. Надо реагировать. Надо реагировать. Хорошо, я постараюсь. Я постараюсь. Сказал Сергей и попал в первую же самую явную ловушку. Это Сергей, понимаете? Я люблю, люблю лажать там, где лажать не принято. О! Я не смог. Я не смог, чтобы... Ноги устали. Прыгать постоянно. Вы попробуйте. Это тяжело. Так. О, боже. Дальше будет еще хуже. Они ведь еще из темноты. О, боже. О, мой бог. А-а-а. Так. Так, где... Ага, вот чекпоинт. Слава тебе, господи. Так, теперь сюда. Ну, вишенки, не надо трогать меня. Так, я чувствую, да, что нам придется вот так... Да ладно. Но это было слишком коварно. По степени коварности это где-то будет на уровне Гитлера, может быть, даже и выше. Я не наберусь отсюда. Блин, это прям... Это прям было очень не круто. Видите, они сначала приучили вас вот так делать, да? А потом они такие сказали, не-не-не-не-не. Не-не, мы решили поменять наши планы. Мы такие разработ... О, боже, это было невероятно. Как если... Так. Ну, конечно. Конечно. Ну-ка. Давай, голова. Мы верим в тебя. Есть. Видите. Все, все схвачено. Все метенько, как и надо. Так. Быстрее. Катимся, покатимся. Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел. И от тебя лисица хитрожопая. Я уйду. Блин, обидно, что я возвращаюсь в этот кромешный ад. В этот кромешный ад снова. Так. Так. Все, ладно. Это я приучился. А, проходить. Ну, конечно, да. Этим меня уже тоже не удивишь. Так. И вот так вот. Готово. И такое ощущение, что она начала падать, по-моему, чуть раньше, да? Чем я даже попал в нее. Видали? У Сергея просто с силой мысли, говорю, валит препятствие. Опасный экстрасенс. Вы со мной... Вы со мной не ссорьтесь. Я же порчу наведу... Давай пендриваться, козлина. Я же порчу наведу там. Писюн стоять не будет. Из рук будет все падать. Писюн, например. Вообще все будет падать. Но главное, Писюн. О, смотрите. Я все равно... Я как бы, ну, видите? Сделал, как хотел. Как и было задумано с самого начала. Так. 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 Еще раз. О, чуть голова не упала назад. Рикошет. Физика типа, да? Понятно. Так. Так, тогда стоп. Тут надо разогнаться, но при этом надо быстро это сделать. О! Нет. Нет. Все, отлично. Итак, а здесь еще есть? А, вот что есть. Понятно. Так, ну, лезвие-то, лезвие-то привычное. Привычная среда... О! Привычная среда моего обитания. Я вся... Я, знаете, живу среди лезвий. Вы спросите, где же это такое место, да? Сергей, что ты там врешь? Где могут быть лезвия? Где-то как-то выжить среди лезвий. Я живу на заводе. По переработке бумаги. Но, понимаете, у меня нет денег на жилье. Вы думали, работа блогера такая эта, как бы, да? Простая? Нет. Не простая. О, боже, хорошо. Отлично. Я собрался. На чекпоинте. Бежим дальше. Пока, пока все нормально, преодолеваем, вроде бы, особо сильно не застреваем. Поэтому... А это... Какой ты молод, я понял, я понял, я понял. Все такое, я понял. Так. Стоп, консервы. Я вас увидел, мать вас. Вы думали, вы думали, все будет так просто, не чертоподобного? Пожалуйста. Сквозь молот, ради бога. Может быть, я привидение? Может быть, я... Может быть, я Каспер? Доброе привидение? Может быть, я должен творить добро и помогать душам? Нет? Я просто не могу найти другой причины, почему я прошел сквозь молот. Это все потому, что я зашел за консервы. Друзья, он так встал. Серьезно. То есть, я не могу ничего сделать. Бас-Монтан-Дюплие. Риверан. Что происходит? Еще раз собрался. Все. Отпустило. О, боже. Сергей, вопрос от тележрителей. Как вам удается находить баги в играх абсолютно везде? Сколько мы не видели выпусков с разными другими летсплейщиками, только у тебя мы видим такую ересь. А, ну, друзья, это талант. В первую очередь, я хочу поблагодарить своих родителей. Или нет? Я не вам тенавижу, родители. За что вы родили меня, сделали меня с такими кривожопыми руками, что я везде, везде абсолютно нахожу баги. В общем, на самом деле, весь секрет кроется в кривых руках. Если вдруг вы родились с кривыми, вам не повезло, конечно же, кривые руки намного интереснее. Поверьте мне. Чего стоит только чашку подержать ими. Вот. То вам всего лишь напросто надо сунуть руки в циркулярную пилу. А потом пришить то, что отрубило, обратно. Подождите годик, все там подрастется, растется как-нибудь. И вот, вуаля, идеально кривые руки. Как новенькие. Как при рождении у Сергея. И все, садитесь за любую игру, и вы не только ее крайне профессионально проходите, но еще и вдобавок сможете находить баги. А плюсы в этом, друзья, следующее, вы можете устроиться на работу бета-тестером. Вот. Получать деньги за то, что будете играть в игры. Мечта молодежи. Не находите? Не находим. Вот это было реально жестко. То есть там надо по правой стороне, да? Понятно. Ну ладно. Сергей понял. По правой стороне. Хорошо. Сложноватый уровень. Вот это вот я признаюсь. Признаюсь, здесь все, черт подери, непредсказуемо. Как в Игре Престолов. Хоп, и уже мертв. Понимаете, да, о чем я? Шутейка, Пригар Престолов, да? Так, опа, здесь, а, ну понятно. И сейчас, наверное, опять меня обманут где-нибудь. Вот здесь, например. О, кстати говоря, они не обманули, но я все равно сделал по-своему. Фух, чекпоинт. Чекпоинт, видите, за сложную работу мне, как собаке, снова дали много вкусняшек. О-о-о. О-о-о. Ничего себе. Так, ну ладно. А, о. О, Сергей. Столько платформ, Сергей умудрился между прыгнуть. Гениальный парень. Давай еще раз. Молодец. Молодец. Молод. Не. Я знаю, с чем рифмуется, но хотел с рифмовать, потом подумал, что будет слишком пошленько как-то, да? Ой, Сергей, у кого уж говорить о пошлости? Тут он решил не пошлить. Стал быть примерным, ебда. Так, хорошо. Погодите, вот здесь вот какая-то секретка или что-то. Куда идти? Сергей запутался. Может быть, нет? Вот там, там финиш. А, пошло все в жопу. Я понял. Вот почему, вот почему там так не получится. Точняк. Все уже разрушается. Надо прыгнуть так, чтобы мы с вами не свалились. Понятно. А, вот может быть сюда. Да, вот оно как. А, или, или нет. Или нет. Или да. Нет. Или нет. Давайте. Что это? Что это делать? Очень смешная шутка игра. Просто невероятная. Вот еще немножечко дописать и можно стендап-тур по городам России делать. Просто аншлаг будет во всех залах. Везде-то Сергей находит приключения на свою задницу даже в виде фатальных отживок, друзья. В общем, мне пришлось перепроходить весь уровень. Это было, это было жестоким издевательством от игры, потому что чекпоинты не сохраняются, если вы как бы выходите с уровня. И вам приходится его перепроходить. Ребят, это жесть. Это жесть. Реально, просто пипец. Как мне удается находить весь этот ужас, который я нахожу. В любом случае, нам, наверное, надо спуститься как-нибудь. Может быть отсюда прыгнем? Нет. Нет. Ах, почти, почти. Возможно, надо прыгнуть на ящики или спуститься как-то по-иному. В любом случае, я сейчас уже растерян и огорчен сложившейся ситуацией с моей фатальной ошибкой. Сколько мне пришлось потратить нервов, чтобы нормально все преодолеть? Итак, там где-то проход сзади. А, вон еще кнопка. Я понял. Надо вот сюда все-таки, да? Что? Я за... Короче, я застрялся между ящиков, и ящики меня выдолкнули в пропасть. Сергей, прекрати. Я раскрываю. Знаете, я на самом деле раскрываю вам новые возможности этой игры. Вам стало скучно играть? Попробуйте поиграть вот так. Поверьте, вам чертовски понравится. Так, а может быть вообще надо как-то... А, нет, нормально. Че, я... О, ого. Слушайте, видели? Не, вы видели? Опа. Тут вот чего. Нифига себе. Да здесь все очень так заныкануто. Так. Теперь сюда. Ага. А вот и вторая. Еще одна к напулю, вернее, уже третья получается, да? Да. А, ну и вот так мы спускаемся. Ох ты. Слушайте, а тут, блин, они ну и замутили. Ну и замутили. Вот так вот. Все, по-моему, я прошел, да. Фух. Друзья, с горем пополам. Несмотря на все, на все невызгоды, я преодолел. Да и причем консервы все собрал практически, кроме одной пачки. Я думаю, что на этом мы закончим наше прохождение на сегодня. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Ставьте лайки. Вы меня очень сильно этим поддерживаете и даруете мне настроение и силы делать дальше. Спасибо вам огромное за это. Также не забывайте подписываться на канал, добавляйте друзяшки ВКонтакте. Есть группа ВКонтакте, группа в Стиме. Там у нас обсуждение, объявление стримов, выкладываем новые ролики. Также есть Twitch, Twitch канал. Есть там прямые трансляции. Второй канал на YouTube, где выкладываются их записи. Ну и, в принципе, у нас еще есть. Еще у нас есть душевная доброта. Душевная доброта и горячий щек, да. Ну, если Сергею нечего сказать, он воду всякую после этого начнет нести. Короче, всем счастья, удачи, здоровья, ребят. Не бробрайте, да-да-да. Не болейте, не хворайте. Всем пока. Сейчас будет надпись «Приготовьтесь». Ну, конечно. Я уже могу предсказывать, у меня тоже есть хрома. Ой, ошибочка вышла одна. «Боевой клич». Нажмите 2, чтобы стать «Боевой клич». Вы сможете выполнять самые сильные атаки без предварительной серии ударов. Вот это клево. Мы, короче, подготавливаемся к битве. Опа, ученик. Это мы помним. Нет, отказаться, потому что фишку мы здесь уже выиграли, а выход на...